Мой брат умер семь лет назад, и я не могу описать ту боль, через которую прошла моя мать. Что же делать, когда единственное, что может её исцелить, — это божественное? В то же время она так глубоко переживает произошедшее. Прошло уже семь лет. Если бы он умер всего семь дней назад, я бы сказал что-нибудь, чтобы пролить бальзам на душу и утешить вас. Но раз прошло целых семь лет, я скажу вам, как есть. Хорошо? Это не бессердечность. Просто так устроена жизнь. Если мы не будем в ладу с жизнью, то будем не приспособлены к ней. Только понимая, что так устроена жизнь, мы будем с ней в ладу. Итак, Вы прекрасно знаете, что каждый день умирает множество людей. Пока мы сидим на сатсанге, знаете, сколько человек умерло за эти два часа в мире? Какова статистика? Те, кто работают врачами или в похоронном агентстве, должны быть в курсе. Какова статистика смертности? Допустим, несколько тысяч. Не знаю, может и больше. Каждый день умирает несколько миллионов человек. Да? Должно быть, умирает не менее нескольких миллионов. За два часа умирает несколько сотен тысяч. И каждый из тех, кто умирает, дорог кому-то. Да? Может быть, прямо сейчас один, два, пять, десять человек плачут об умершем. Да или нет? Разве мы скажем им, «О, ничего страшного, все когда-нибудь умирают. Забудьте о них». Нет, это было бы бессердечно. Я говорю не об этом. Но все же очень важно понимать, что именно так устроена жизнь. Вы же выстроили свои мысли и эмоции по-другому. И в какой-то момент ваша конструкция обязательно рухнет. Рухнет из-за того, что умрете либо вы, либо кто-то другой. Если вы оба будете жить вечно, это будет невыносимо. Да? Столько людей привязались друг к другу, но не собираются умирать. Выдержите ли вы это? Смерть придет неизбежно. Единственное, мы желаем каждому человеку пройти полный цикл жизни и только потом умереть. Но что представляет собой полный цикл жизни? Сегодня врачи говорят, что через 50 лет медицинские технологии смогут обеспечить вам жизнь еще на 500 лет. Конечно, вы не вспомните, что было 400 лет назад, но это не важно. Главное, они продлят вашу жизнь еще на 500 лет. Единственное, придется подключать к вам кучу трубок и иголок, будете ходить с ними повсюду, но зато проживете 500 лет. Слышали о таком? Некоторые из ученых говорят, что теперь можно с помощью стволовых клеток создать запасную печень, запасную почку, запасное сердце и держать их на готове, если, конечно, у вас есть деньги. Даже сейчас это возможно. Единственная проблема... Вчера или позавчера я разговаривал с ученым, который занимается этим, и он мне сказал, понимаете, мы можем вырасти для вас запасную печень, но дело в том, что мы не можем полностью контролировать процесс роста, и у вашей печени могут вырасти зубы. Представляете? Если ваша печень начнет кусать вас изнутри. Именно так он и сказал. У вашей печени могут вырасти зубы, буквально может вырасти челюсть, потому что невозможно контролировать развитие стволовых клеток. У вашего сердца может вырасти нос, и оно захочет дышать, а не только биться. Придется сделать для него небольшое отверстие в груди, чтобы оно не задохнулось. Я лишь хочу сказать, что таким образом вы сможете продлить жизнь, но никто не обещает вам бессмертия. Вместо 50 лет вы сможете прожить 100, а с йогой и 160. Ученые обещают 500 лет, если научатся создавать запасную почку, сердце и печень. Но прожив целых 500 лет, сможете ли вы достойно принять свою смерть? Ведь даже спустя 500 лет жизни проблема останется прежней, не так ли? Но ради отсрочки вам придется пережить много всего. Огромное количество операций по трансплантации. Это хорошая бизнес-модель, но ужасный образ жизни. Поэтому мы желаем, чтобы каждый прожил отмеренную ему жизнь. Но не нам решать, сколько это в годах. Не так ли? Пока эта жизнь здесь, мы делаем все возможное, чтобы оберегать и заботиться о ней. Но когда жизнь уходит, будь то из-за болезни, автокатастрофы, пули или петли палача, какой бы ни была причина, когда жизнь покидает тело, мы обязаны уважать ее решение о том, чтобы покинуть физический мир. Всегда. Если вы не уважаете это решение, то не понимаете самых основ процесса жизни. И дело даже не в чьей-то жизни. Ваша проблема в том, что вы потеряли то, что принадлежало вам. Кто-то потерял дом и плачет об этом 7 лет. Кто-то потерял миллион долларов и плачет об этом 14 лет. Да или нет? Да или нет? Так что проблема не в вашем брате. Вопрос не в другой жизни. Слезы вообще не связаны с жизнью. Вы льете слезы из-за того, что потеряли то, чем обладали. Вот о чем я говорил только что. Ребенку 4 года. Первое, что он должен понять, что ничем не обладает и ничто ему на самом деле не принадлежит. Этот человек никогда не был вашим. Это всего лишь ваше утверждение. Это мой брат, это мой сын, это мой еще кто-нибудь. В контексте отношений вы можете сказать, это мой кто-то. Но вы считаете, что этот человек принадлежит вам, и потеряв его, вы разбиты. Жизнь устроена не так. Возможно, для вас это звучит жестоко. О, почему Садгура такой бессердечный? Однако это выдумал не я. Так устроена жизнь. Либо вы осознаете это и находитесь с ней в ладу, получая максимум из возможного, либо не осознаете и плачете из-за всего, что происходит в процессе жизни. Вы должны были понять это еще в детстве. В Индии единственная причина... Сейчас у людей разные причины, но раньше единственная причина, по которой люди хотели иметь сына, это то, что в их старости он будет напоминать родителям о духовной ответственности. Он будет напоминать вам о мукте, об освобождении. И если вы не получите его при жизни, он сможет поспособствовать этому даже после вашей смерти. Только по одной этой причине все хотели иметь детей. Теперь это ваш основной долг перед той, кто родила вас, кто произвела вас на свет, напомнить ей о природе жизни и о том, что на самом деле является самым важным в ее жизни. И это не вы, самое важное в ее жизни. Познать свою наивысшую природу. Субтитры создавал DimaTorzok